Разве власть имеет право это делать? И с другой стороны, почему мы должны за это отвечать? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, в чем обвинила Таджикистан мировое сообщество. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Не менее 9 граждан Афганистана за последние дни были депортированы из Таджикистана, сообщили источники. Власти ситуацию с афганскими беженцами не комментируют. Сообщается, что некоторые из депортированных афганцев имели удостоверение лица, ищущего убежище, выданное УВКБ ООН. Достоверный источник сообщил, что выдворение афганских беженцев началось в конце прошлой недели. Сотрудники органов госбезопасности доставили беженцев на границу с Афганистаном и выслали из страны. Почему возникла такая ситуация, неизвестно. Некоторых афганских беженцев пригласили в местное отделение госбезопасности на проверку документов, а некоторых забрали прямо из дома, рассказывает источник. Два источника сообщили, что за последнюю неделю из Таджикистана были высланы не менее 9 граждан Афганистана. Число депортированных может быть значительно больше, утверждают они. В Душанбинском офисе управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сказали, что знают о выдворении беженцев и заверили, что официальное сообщение об этом будет опубликовано в ближайшее время. Жена одного из беженцев сказала, что два дня назад ее мужа пригласили на проверку документов, после чего отвезли на границу и переправили в Афганистан. У мужа все документы были в порядке, у него было удостоверение лица ищущего убежище, выданное ООН. Несмотря на это, его все же выслали из страны. Никакого судебного заседания по поводу депортации не было. Сейчас муж там, в Афганистане, а я с тремя детьми здесь, в Таджикистане. Куда пойти, что делать, я не знаю. Как вы относитесь к афганским беженцам в Таджикистане и то, как к ним относятся? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В пресс-центре МВД Таджикистана сообщили, что с начала года в отношении 32 граждан Афганистана составлены протоколы о нарушении правил пребывания в стране. Все они оштрафованы, никто не выслан из страны, добавили в пресс-центре. В распоряжении СМИ оказалась аудиозапись афганской женщины, которая, по ее словам, была депортирована из Таджикистана в Афганистан. Она обращается к афганским беженцам с просьбой быть бдительными и предельно осторожными. Нам сказали, что отвезут в Душанбе, однако доставили на границу с Афганистаном. Будьте бдительны, если кто-то из вашей семьи работает. Попросите остаться дома. Прогуливаться по улицам Душанбе я вам не рекомендую, говорит она. По ее словам, вместе с ней выдворили двух афганцев, у одного из которых было удостоверение беженца ООН. Сообщение о принудительном возвращении беженцев серьезно беспокоило и других афганцев, живущих в Таджикистане. Некоторые из них написали на своих фейсбуковых страницах, что из-за угрозы депортации не покидают свои жилища. Сотрудник одной из организаций, работающей с беженцами, заявил, что согласно статье 33 Конвенции ООН о статусе беженцев, высылка беженцев или принудительное их возвращение запрещена. В этой статье говорится, что договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность, вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, добавил собеседник. К данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к лету 2022 года в Таджикистане находились чуть более 8,5 тысяч афганских беженцев и соискателей убежища. Из них 5700 человек прибыли после захвата власти талибами в августе прошлого года. Многие афганские беженцы утверждают, что бежали в Таджикистан, опасаясь расправы со стороны радикального движения талибан. Вернуться домой значит умереть, заявляют они. В то же время многие афганские беженцы рассматривают Таджикистан как транзитную страну и стараются отправиться отсюда в Канаду или в европейские страны. За последний год около 4000 афганских беженцев были переправлены из Таджикистана в третьи страны, сообщает ООН. Также ООН сказала, что в ближайшее время обратится к властям Таджикистана и тем самым будут решать эту проблему. Но для наших властей это очень плохая ситуация. Если Европейский Союз вступит с ними в конфликт, это будет не на руку. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.